В Самаре продолжается системная работа по мониторингу ситуации на продовольственном рынке. Под пристальным контролем качества продукции, уровень сервиса, соблюдение норм хранения товара и правил благоустройства. Администрация Самары совместно с надзорными ведомствами проводит проверки в сетевых магазинах. В очередном рейде участвовал наш корреспондент. Один из крупнейших гипермаркетов Самары. Каждый день за покупками сюда приходят сотни горожан. Эти покупатели оказались особенно придирчивы. Прежде всего к условиям хранения продуктов. Руководитель департамента потреб рынка, правоохранители и общественники проверили, за что именно платят деньги самарцы. Вот конкретно на этом продукте. Срок годности. Продукт пригоден к употреблению при температуре хранения не выше минус 18 градусов. То есть этот продукт должен храниться при температуре не выше минус 18. А здесь сколько? На этом холодильнике вот есть табло. Вот здесь он. Но здесь на табло температура не указана. Соответственно установить температурный режим хранения нельзя. От температуры хранения зависит срок годности продукта. Выяснить самостоятельно, сколько же градусов в холодильнике не удалось. Пришлось обратиться к администрации. Для того, чтобы продукция не портилась, чтобы холодильник в нормальных условиях работал, для того, чтобы лед на нем не собирался, включается определенная температура. Когда она доходит до крайности, включается режим оттайки. Он самостоятельно оттаивает. И потом при понижении температуры он опять включается. То есть здесь все это контролируется, все это просматривается. Можно нам узнать, в данном холодильнике какая температура на режимах? Вот эти морозильные камеры, которые находятся, здесь температура минус 18 градусов. Поддерживается постоянно? Конечно, обязательно. Особое внимание к молочным продуктам и детскому питанию. Условия хранения соблюдены. А вот сколько этот детский творог хранится на магазинной полке, выяснить непросто. Что дата какая? Я тоже не вижу. Вот, кстати, да, вот смотрите, дата указанной упаковки, но ее вообще абсолютно не видно, невозможно прочитать. Это вот как раз к вопросу о техническом регламенте. Как дату определяете? Да, вот здесь написано 8, 07, 15. Покажите, где вы ее увидели. Ну, посмотрите, я вижу, у меня уже глаз. Вот здесь что написано? Здесь не видно. Вот здесь не видно. 11, наверное. Наверное. А может не 11. На прилавках еще одного супермаркета участники рейда обнаружили молоко, срок годности которого закончился сегодня. Администрация магазина заверила, уже завтра его не будет. У нас проходит человек, который ответственный за сроки. Он сегодня вечером все снимает. То, что сегодня заканчивается, ну, вернее, завтра снимает это, заканчивается, а сегодня мы вечером это снимаем. Все это утилизируется и все это относится на помойку. А вот с этими продуктами возникли проблемы. Половина холодильника забита неопознанными объектами. Вот у вас товар, да? Вот смотрите. Состав, стоимость приготовления, срок годности, вот этикетка. А вот так? Вот это что такое? Вот это где здесь? Вот я откуда знаю, что это вообще. Отсутствие этикетки, затертой информацией на ней, нетоварного виду упаковка, просроченный продукт – это грубые нарушения, которые обнаружились в ходе рейда по самарским сетевым магазинам. Такие проверки проходят регулярно и уже имеют свой результат. Нарушений фиксируют все меньше. Все замечания, то, что на момент рейда обнаруживается, направляется в Роспотребнадзор для принятой решения по компетенции. Для руководителя данного магазина будет уроком, они замечания устранят и будут обслуживать жителей городского посадка. Все некачественные продукты проверяющие собрали с магазинах прилавков и испортили упаковку. Чтобы купить, такое никто не захотел. А продавцам и впредь неповадно было выставлять на продажу в сомнительный товар. Марина Матвеична, Станислав Левин. События. 70 автостоянок планируют узаконить в Самаре до конца года. В реестр муниципальной собственности уже внесли 4 стоянки. Глава администрации Олег Фурсов поручил навести порядок на этом рынке. По его словам, ежемесячно городская казна теряет до 30 миллионов рублей, поскольку стоянки работают в тени и не платят налогов в бюджет. За предыдущие два года удалось узаконить лишь две парковочные площадки. Всего же в Самаре зафиксировано порядка 380 стоянок. Половина принадлежат различным организациям на законных основаниях. Но платят ли они налоги, еще предстоит выяснить. Остальные действуют нелегально. Мы ежемесячно теряем, по моим почетам, где 30 миллионов рублей вступление в городской бюджет. От того, что у нас такое безобразие творилось в городе с этими стоянками. Очень надеюсь, что у вас получится все. И мы увидим поступление, дополнительное поступление денег в городской бюджет. Это очень для нас важно. Но и останется у нас третье, две трети еще от этого объема. Из них, наверное, есть стоянки, которые расположены под лэпами, на сетях, которые надо будет просто сносить, запрещать и сносить. Говорят, что правила существуют для того, чтобы их нарушать. Но многие не задумываются, чем это грозит. Правила дорожного движения призваны повысить безопасность на дорогах. Нарушение правил переезда железнодорожных путей может обернуться страшной катастрофой. Чтобы предотвратить аварийные ситуации и еще раз напомнить водителям о безопасности, сотрудники ГИБДД провели акцию «Внимание! Железнодорожный переезд». Новоленинградский переезд на въезде в поселок Запонской всегда очень оживленный. Здесь традиционно много машин и ненамного меньше поездов. Как важно остановиться около знака «Стоп» и убедиться, что не приближается поезд, не забывают и опытные водители, и новички. За 20 лет водительского стажа Виктор Бородачев понял, что самое главное – это жизнь и безопасность. Всякие бывают случаи, сшибают людей на переездах. Надо останавливаться, конечно. Убедиться, посмотреть, что нет железнодорожного состава, потому что это очень чревато, опасно. Не проезжать легкомысленно, без остановки водителям напоминают и сотрудники ДПС, и работники железной дороги. Многим из них доводилось видеть страшные последствия такой спешки. К счастью, за последние несколько лет на Самарской дистанции пути аварий не было. Любой железнодорожный переезд – это зона повышенной опасности. Проследуя через переезд необходимо соблюдать все правила. Малейшее неисполнение вот этих правил ведет к тому, что вы можете попасть в ДТП, который приведет, как правило, к смертельному исходу. Нарушение правила – остановка перед ЖД переездом – грозит нарушителю в первый раз штрафом при повторном нарушении лишения прав на один год. Нарушение правил проезда железнодорожного переезда является одним из опасных нарушений правил дорожного движения. Ежемесячно сотрудники госавтоинспекции проводят профилактические рейды. Цель данных рейдов – предупредить, выявить и заодно напомнить водителям о правилах дорожного движения. Во время остановки на переезде стоит убедиться, что поблизости нет поезда, а также пешеходов, которые часто переходят с железнодорожной пути. Безопасность водителя и окружающих его людей в большинстве случаев зависит только от него. Дарья Трофимова, Алексей Золотенков. События. К другим темам. Благодаря успешно проведенной во Владимирской области спецоперации, самарским наркополицейским удалось задержать организатора преступной группировки, которая на протяжении года занималась распространением опасных синтетических наркотиков на территории Самары и Тольятти. По данным правоохранителей, зелья молодые люди заказывали в других регионах России. Затем в арендованном гараже в Автограде расфасовывали наркотик и продавали бесконтактным способом – путем закладок, а деньги получали с помощью электронных переводов. Наблюдение за торговцами смертью наркополицейские вели в течение недели. Всего у задержанных было обнаружено и изъято 2,5 килограмма синтетического наркотика. В состав преступной группы входило 8 человек в возрасте от 25 до 30 лет. Сейчас все они находятся под стражей и ожидают суда. В отношении членов ОПГ, в отношении организатора и оператора управления возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 30, части 3, 4 и 5 Уголовного кодекса Российской Федерации «Приготовление к сбыту наркотических средств в крупном и особо крупном размерах». Рядовым наркокурьерам грозит наказание от 5 до 12 лет лишения свободы. Организаторам данной ОПГ грозит лишение свободы от 8 до 20, вплоть до пожизненного лишения свободы. Правоохранительные органы и национально-культурные центры Самарского региона. Грамотное и плодотворное сотрудничество. Под таким девизом прошла встреча начальника Главного управления МВД по Самарской области Сергея Солодовникова с председателем национальных общественных объединений. Традиции семьи, добрососедства, гостеприимства и уважения к другим народам. Такими критериями определяют межнациональные отношения в Самарском регионе представители национально-культурных центров. Сегодня можно уверенно заявлять, что в регионе нет конфликтов на национальной почве. И с каждым годом становится все меньше людей с неким предвзятым отношением к людям, приезжающим из других стран. Это во многом результат правильной политики властей и работы национально-культурных центров. Укрепляется и сотрудничество национальных объединений с правоохранительными органами. На очередной встрече с начальником областного главка Сергеем Солодовниковым на повестке оказались вопросы, актуальные для всех. Ликвидация незаконных разливаек, работа патрульных и добровольных народных дружинников, среди которых есть и представители самых разных народов. Обсудили и совместные проекты, которые собирают десятки тысяч жителей. И главное, проходят без эксцессов. Мы говорим о том, что культура Самары – это культура нации, культура народа с богатыми традициями, которые необходимо учитывать в нашей деятельности. И в нашей организации, в союзе народов, мы говорим не только о культуре, но и о развитии гражданской позиции. Это одно из самых главных условий. Поднимались вопросы и правильного воспитания молодежи, и не всегда по должному вежливого подхода сотрудников полиции к представителям разных народов. Решено сделать памятку Самарского полицейского, где будут учтены и особенности общения с представителями разных культур. Сотрудничество правоохранителей и национальных центров продолжится. Мы – единая страна и единый народ. И национальной культурной наследии России определено многонациональной российской государственной политикой. Наши национальные культурные диаспоры, они не должны быть в стороне от тех сточительных преобразований, в частности, в вопросах обеспечения безопасности. Мы должны быть едины во всем. В этом году будет создан новый общественный совет при областном главке, куда войдут четыре представителя национальных объединений региона. Общественные советы сформируют и в районах области. Они также будут многонациональными. Марина Кравцова, Сергей Баскин. События. Лучшие ландшафтные дизайнеры и озеленители города преобразят парк дружбы. 8 августа здесь пройдет традиционный фестиваль цветов. Особое внимание уделят теме 70-летия Победы. На фестивальной площадке участники создадут композиции «Цветы Победы». Победители получат денежные призы – 160 и 40 тысяч рублей. Кроме конкурсов профессионального мастерства, для зрителей подготовят концертную программу и костюмированное шествие. Также все желающие могут посоревноваться в создании лучшей фотографии и детского костюма. Садоводов ждут на традиционной выставке продажи цветов, комнатных растений и посадочного материала. До фестиваля цветов еще месяц, а пока городские службы оттачивают мастерство садоводства на самарских клумбах. Альпийские горки, цветочные каскады и, конечно, знаменитые зеленые человечки около музея «Самара космическая» буквально очаровали туристов из Москвы и Санкт-Петербурга. Яркие цветы радуют глаз и останутся на фотографиях. Клумбы с петуньей. Очень красиво. Горки альпийские с петуньей. Все нам очень понравилось. Традиционное место посещения всех экскурсий сегодня приводит в порядок. Чтобы цветники оставались такими же привлекательными до осени, в них вкладывают много труда. Несколько раз в неделю прополка и стрижка. В жару приходится работать в усиленном режиме и задействовать всех сотрудников. Полив утром и ночью, но подготовка к сезону начинается задолго до лета. У нас объектов много. Работаем где-то начиная с января месяца и февраля месяца. Готовим цветники, эскизы. Рассчитываем количество рассады, которое необходимо. Делаем заявку в свою оранжерею. Потому что наша оранжерея выращивает все цветы, которые мы высаживаем. В этом году очень красиво у нас вертикалки. Вертикальные конструкции шикарные. Много каскадов. Каждое лето Самара буквально расцветает и радует жителей города яркими красками. 23 тысячи квадратных метров цветников высажено в этом году в областной столице. Самарцы изменения в облике города замечают и радуются, что цветов стало больше. Для души приятно смотреть, ходить, уют создают. Настроение поднимают. А вам, как кажется, их сейчас с каждым годом больше становится? Больше, да, больше. Намного больше. Вот едешь в трамваи, видишь, больше, да. Хорошо, что о нашем городе заботятся. И очень приятно, что он именно облагораживается. Цветы появились, плитка такая красивая. Ну, мне кажется, вообще город намного лучше стал. Действительно летним. Глаз радуется. И вообще приятно идти и ощущать себя в каком-то красивом месте. Особенно после того, как снег растаял и вот эта вся темнота ушла. Теперь так все ярко, красиво. И только одно омрачает работу городских служб. Некоторым жителям так нравятся цветы на клумбах, что они выкапывают их для своих цветников. Сотрудники зеленохоза призывают горожан любоваться клумбами на расстоянии. Валерия Макарова, Константин Головин. События. Долой отстраненных наблюдателей, да здравствуют жители с активной позицией. Внимание властей на проблему благоустройства городских территорий помогут обратить и общественные советы микрорайонов. В работоспособности новой системы местного самоуправления на практике убедились жители дома на улице Вольская. Молодая мама Екатерина Мячина хорошо помнит, как сама в детстве бегала по этому двору. Теперь выходят на прогулку с сыном, годовалым Максимом и племянницей Лерой. Только рядом с домом малышам места для игр мало. Старенькая песочница и два тренажера. Знакомых каждому рожденному в СССР. У нас тут домов много, площадок нет вообще. Вот два барабана, насколько я помню, с рождения стоят. На них они не могут играть. Входим в парк далеко. Однако активные жители 60-го дома по улице Вольской решили не сидеть сложа руки. Начали с озеленения двора и благоустройства газонов. За поддержкой обратились в общественный совет микрорайона. А наше обязательство – следить, помогать. Здесь был спил старых аварийных деревьев произведен. Стали новые сажать. Вот с весны пока вот рябинки. Посадили в пять вот сиреней. Ну, начали облагораживать. На пустыре, где раньше стояли брошенные машины, жители решили организовать новую детскую площадку. Начинание поддержал общественный совет, в центре внимания которого именно те проблемы, которые в первую очередь волнуют горожан. И решают их общественники совместно с властями. В этом доме живут очень активные люди. Видите, они сами там сделали ремонтик. Один родитель сам сварил, сам устроил и качельки, и всякие гимнастические стенки. Вот они попросили дополнительно установить им ограждение, где можно было бы поставить песочницы и еще какие-то малоархитектурные формы, для того, чтобы детишки могли заниматься. Дальнейшее благоустройство детской площадки общественники и жители продолжат совместно. Будут здесь и горки, и качели. Жители уверены, сделают из своего маленького двора образец для подражания. Чтобы другие, более масштабные вопросы решались столь же быстро и эффективно, горожанам предстоит создать команду созидания. Из неравнодушных к родному городу людей. Отстаивать интересы жителей каждого микрорайона будут депутаты районных советов, которых самарцы выберут 13 сентября. Марина Кравцова, Алексей Золотенков, События. 15 июля, а по старому стилю 2 числа, на Руси честовали Берегиню. Великое славянское божество, почитаемое как мать всех духов и всего богатства земли. Ее нередко представляли в виде тряпичной куклы. Героиня нашего следующего сюжета не верит в магию кукол, но с удовольствием создает их своими руками. В гостях у мастерица побывал наш корреспондент. Вот у нас как бы случайные лоскутки ткани. То есть даже не предполагается, что мы будем заморачиваться на какие-то изыски. Вот берем остатки платка. Это мог быть старый мамин платок. Когда ребенку делали такую куклу, то он пах мамой, успокаивался. Кукла Полена, так она и называлась в древности, появляется в руках мастерицы буквально за 2 минуты. Там завернули, здесь подвязали и можно нянчить. Свою первую народную куклу Вера Шаркова сделала 7 лет назад. И с тех пор с головой погрузилась в кукольный мир. И надо так вот, что называется, дыхнуть не могу, руки чешутся, трясутся, хочу сделать. Понимаете, я бросаю все, это какой-то ужас просто. Я ничего не могу делать. Вот самарская барышня родилась так. То есть увидела лоскуток, я пока ее не сделала, я не могла оторваться. И это может быть ночью, это может быть днем. Своим созданием Вера Шаркова обязательно дает имена. Но имена кукольные, а не человеческие. Самарская барышня, борская парочка или просто кукла для игры. Куклы имеют свою магию, говорит мастерица. Но относиться к ним слишком серьезно не стоит. Кукольники все-таки не ведунья, смеется Вера. А там наверняка были и заговоры, и молитвы, и все. Но мы их не знаем. Очень мало сохранилось подлинных кукол. Много уже придумок, знаете как. Вот откроешь интернет, ой, там прям волшебные. И лечат, и денежку дают. И детишек, и все-все-все, и все вот в одной куколке такой. Ну что, когда, чем больше занимаешься кукол, тем больше понимаешь, что это, наверное, не есть правильно. Волшебство заключается в процессе создания куклы. И это действие завораживает. Мгновение, и на свет появился зайчик на пальчик, сердечный дружок. Вот так вот им играет, ребенок мяконькую. Успокаивается, шепчет свои секретики все. А зайка их никому не рассказывает. Марина Матвеевшина, Константин Головин, События. Доля просроченных кредитов перед российскими банками достигла рекордного показателя с 2008 года и составила 10%. Количество проблемных долгов будет расти и дальше, считают эксперты. Смотрите новости экономики сразу после нашего выпуска. Наш телеканал расширяет зону своего вещания. Самаргиз теперь доступен жителям микрорайона Крутые Ключи и коттеджного поселка Ударник. Настройте Самаргиз в цифровой сети EGS Telecom. Смотрите нас онлайн на сайте samara.tv и через специальные бесплатные приложения для телефонов и планшетов на базе Android и iOS. Полный архив передач на www.samaragiz.ru Следуйте за нами в Твиттер, читайте нас в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбук. Всего вам доброго и до встречи. Подделка оказалась такой качественной, что полиция повязала того, кто сделал оригинал. Оказывается, в России кроме поддельных долларов, евро, юаней, гривен и британских фунтов теперь можно встретить и казахские тенге. Об этом сообщил Центробанк. С апреля по июнь были обнаружены две. Целые две поддельные казахские купюры. Можете себе представить, какой ущерб нанесен экономике сопредельного государства. Зато фальшивых долларов нашлось 702 купюры и еще 46 ненастоящих евро. Рубль в плане подделок, естественно, рекордсмен. В общем портфеле фальшивомонетчиков нашлось 12 626 штук пятитысячных банкнот. Остальные купюры пользуются значительно меньшей популярностью. А вот украинские гривны и британские фунты вообще выпали из оборота. Ну, с гривной все понятно. А вот кто же подделал казахские тенге? Доля просроченных кредитов перед российскими банками достигла рекордного показателя с 2008 года и составила 10%. В то же время темпы роста просрочки по кредитам до 90 дней резко снизились. Количество проблемных долгов будет расти и дальше, а банкам предстает тяжелая работа с долгами, считают эксперты. Объем кредитов с просрочкой более чем на 90 дней составил более триллиона рублей. В апреле показатель составлял без малого 990 миллиардов рублей. Ну вот тут, кстати, совсем ничего удивительного. Туры в Грецию могут подорожать в ближайшее время. Дело в том, что в обмен на помощь от ЕС Греция должна провести некоторые весьма жесткие реформы. В их число войдет и повышение налогов, которое затронет туристическую отрасль. Для кафе и ресторанов НДС повысится с 13 до 23%. Для отелей с 6,5 до 13%. Туроператоры ждут роста цен с 1 октября. При этом, по данным ассоциации, в первую очередь увеличение налога коснется островов с более высокими доходами, таких как Миконос, Санторини, Родос и Кос. Из-за роста цен Греция начнет проигрывать соседним Испании и Кипру. Российский фондовый рынок открылся небольшим падением. Индекс ММВБ в минусе на отметке 1630 пунктов. В аутсайдерах – Преф и Сургутнефтегаза, обычные акции Газпрома, Сургутнефтегаза, Акрона и АФК-система. Среди лидеров роста – РДР «Русал», аптечная сеть 36,6, полюс «Золото» и Башнефть. К открытию торгов в России сложился нейтральный внешний фон. Ведущие индексы Старого Света завершили день ростом. Фондовый рынок США во вторник прибавил вслед за европейскими индикаторами и благодаря позитивным корпоративным новостям. На азиатских площадках динамика разнонаправленной нефтяной котировки закрыли вторник ростом. Курс доллара на 15 июля – 56,97 рубля, курс евро – 62,62 рубля, золото стоит 2112 рублей за грамм, серебро стоит 27,99 рубля за грамм, цена нефти марки «Бренд» – 58,42 доллара за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА